Субтитры сделал DimaTorzok В этом туториале, точнее, этот туториал мы назовём как особый параметр Inti То есть, по этому туториалу можно будет взаимодействовать с разными Inti Для начала, мы откроем саму карту, которую мы тогда делали Которая называется DimaTorzok То есть, через файл, open, открыть карту Понятно, короче Вот та самая наша упоротая карта Почему упоротая? Да, только я так сказал Вот Давайте сделаем по-быстрому, как мы в прошлый раз сделали Я лучше создаю новую карту Да Не забываем про Shift W Чтобы можно было рисовать сразу по одному юниту А не по 50, там же 40 юнитов за раз Shift W, повторяю ещё раз И создаём опять комнату Для начала Ставим любую текстурку Делаем комнату Я, короче, не буду говорить, как это всё делать Так, я уже показывал Так, короче, возобновляем Я всё это уже сделал, как мне надо И поставил даже лампочку На середине, как видите Вот, и старт игрока Теперь, впечатляем к туториалу Что мы хотим из этого научиться В этом туториале мы научимся делать Небо в виде скайбокса То есть, ну, то есть небо В данном случае Некоторые его настройки Также, создание всего первых сценок Первой сцены, в данном случае Так сказать Для начала, что мы делаем Выбираем инструмент зелёный куб Выбираем наш шутчик Вот этот потолок, в данном случае И браузер И пишем в фильтре Skybox То есть, текстура неба Вот их всякие текстуры неба Есть, как видите Но она даже самая последняя Это просто Skybox Tools, Tools, Skybox Это, который, по-моему, чайник делается На каждое небо Вот То есть, теперь Как загружается карта Уже будет не просто белота А будет конкретное небо Кстати, что, когда На карте стоит какое-то небо В данном случае Вот оно сверху То надо использовать Spontentity Это связано с небом Это под названием Light Environment Вот он Как точно читается, не знаю Но, короче, это Солнышко, в данном случае И оно должно всегда присутствовать На любой карте, где есть небо Где оно расположаться В принципе, не имеет значения Даже есть все какие-то настройки Со светом неба Ещё же какие-то Но вы можете сами Поэкспертируйте То же самое, как и со светом Вот Brightness То есть Раз... Это свет какой-то Яркость Последние эти 200 Вот эта цифра Ну и там подобное Но не в этом суть, короче Теперь с настройками неба Что я хотел сказать Кто будет знать Как будет выглядеть небо Мы можем это узнать Только с помощью текстуры То есть в браузере Вот этот вид текстуры Вот, например SkyDale 01 SkyDale 08 То есть Вот эта 0.1 категория То есть это Вот, ну короче Вот эти все оттенки Что сверху Да, вот SkyDale 0104 Это будет такой оттенок У каждого неба То есть Со всех сторон В данном случае Вот Кто будет знать Какой конкретно Используется сейчас На карте будет До компияции До запуска карты Можно нажать Наверху Вкладку Map И Map Proportions То есть Настройки карты Тут выделяется Полностью вся карта И Полностью Настройка всей карты С этими настройками Я толком не манипулировал Я думаю Лучше не стоит И нам интересует Именно Поиск SkyBox Тесту Нейм По-моему Отчаянию Стоит SkyDale 0101 То есть Для Текстуры неба Если опять нажать Этот зеленый кубик И браузер То SkyDale 0101 SkyDale 0101 В данном случае Это вот Использовался Какое Ну то и в данном случае Вот оно Самое первое Использовался Как раз Если допустим Нам нужно Ночное небо То вот например SkyDale 0109 Можно поставить Но я поставлю Давайте попробуем Вот эту пустынку Вот SkyDale 0106 Просто Опять же Нажимаем Map Proportions И запомним Название Текстуры То есть Под параметом SkyDale 0106 Вот Ну и Пробедите Закрыть Все Теперь при запасе карты Будет совсем другое небо А не по молчанию Которое Которое вот Показано вот тут То есть SkyDale 0106 Это вот такое вот Пустынное какое-то Вот оно Ладно С небом разобрались За то что криво Говорю Извините Только я не мастер в этом Вот старт игрока Знает Есть И Что я хочу еще сказать В этой туториале Про настройки InfoPlayer старых Говорю Что тут ничего такого нету Про вкладки Класс инфо Отпут Инпут И все это Проте Я тоже разговаривал В прошлом туторе Так что не буду на этом Останавливаться Теперь сделаем Такую сценку Будет Вокруг игрока Огрыжено Такой стенкой Из которого потом Выйдет метрокоп Который взорвет Эту стенку То есть проход в стене И нападет на нас Вот такая будет Мини сцена Чтобы ее сделать Что нам понадобится Нам понадобится Сама стенка Которая будет разрушаться Сам метрокоп Взрыв И все прочее Короче преступник Для начала Нам нужен Браш Сделать стену Теперь Убираем Зеленый Куб И заранее Убираем Текстуру Так Фильтры Убираем Сразу И идем Куда-нибудь Вверх И смотрим Какая текстура Убираем Стенка Стенка Я бы кнопка Мышь Кто не помнит Такая будет Толстая стенка Хотя нет Давайте поменьше 20 юнита Будет норм Если у вас Опять рисуются Попольше юнитом То не забывайте Про Shift W Все бы рисовалось По одному Юниту Объекты Вот стенка Значит Вот Разве игрока Стенка Такой Ну как-то Слишком Мало Расстояние Давайте сделаем Попольше Чуть-чуть Вот Теперь надо Сделать ее Повыше Выделяем Через Ctrl Не забываем Несколько Объектов И тянем С вида Сверху Ой Спереди Точнее И вот Стенка Появилась Наша Такая Лампочка Ладно Света Лампочка Норм Все Чуть повыше Давайте поднимем Чтобы не было Слишком темно Игроку Вот Игра Появляется Тут И вокруг Него Такие Две стен Теперь Нам надо Так Так Короче Произошел Крашхаммера Которого Я говорю Что иногда Бывает И пришел Заново Все Сделать Хорошо Что-то Эта комната Хотя бы Сохранилась Стенки Конечно По-другому Пришел Сделать Забыл Заранее Сохраните Ужи Карту Какие-то Имеры Назвал Тут Тормап Один Но Это Немец На Тени И Вот Короче Сделал Такие Стенки Теперь Надо Сделать Чтобы Образовался В нем Проход После Взрыва Для этого Нужно Создать Еще Один Браш Вот Создаем Размером С того С какой Будет Проход В данном Случае Вот Пусть Будет Взрыв Ну Хоть И Квадратные С Круглыми Взрывами Чтобы Красиво Выглядел Я Потом Расскажу Как Это Все Так Будет Просто Квадратный Проход Появится В данном случае Пусть Вот Тут Он Появится Вот Мы Создаем Такой Браш Теперь Создаем Через Shift Копию Такого Браша Чуть Подальше Вот Теперь Этот Браш Вставляем В Проем Там Где Будет Допустим Проем В этой Стене Вот То есть Вот Там Где Этот Браш Стоит Тут Будет Проход Для Этого Что Мы Делаем Жмем Вкладку Tools Ну Выбрав Конечно Эта Браш Сначала И Curve То есть Вырезать Вот И Теперь Можно Смело Удалить Этот Браш Клавиши Delete Не Побываем Сохраняться На всякий Случай И Вот Появился Проход Для Чего Мы Создали Клон Этого Браш Для Того Чтобы Из него Сделать Проход Который Изначально Закрыт Вот Таким Образом Вот Клавиши Delete Можно Увидеть Проход Тут Лезть Назад Вот Как Сделать Чтобы Этот Браш Ломался То есть Надо Преобразовать Его В Браш В Entity Для Этого Выделяем Этот Проход В данном Случай Будущий И Справа Выбираем Опцию Где Move Selected To Entity Это Преобразование Браша В Какой-то Браш В Entity Тут Можно Выбрать Любой Конкретно Фипс Там Танкер Стенка Триггер И Всякие Но Это Я позже Скажу Но Нам Нужен Фипс Брэк Кабли То есть Ломающий В данном Случай Браш Применить Вот Теперь Про выделение Этого Браша Сразу Появятся Такие Свойства И Класс Фипс Брэк В отличие Нам понадобится Имя Давайте Назовем Его Как Не знаю Пусть Будет Мабрик Один Не имеет Значения Как назвать И применить Вот Теперь Этот Этитик Который Мы сейчас Выбрали Он имеет Название Мабрик Один Следующая Опция Которая Нас Ситисует Это Стрэндж Это Жизни У этого Объекта То есть Те Сколько Игрок Сморт Ломать Или Взрыв Какой-то Поставим Мной То есть Объект Нельзя Будет Сломать Никак Кроме Как Через Какую-то Кнопку И еще Что-то И та же Вкладка К понадобится Для нас Это Материал Type Это Тип Материала Этого Браша В данном Случай Вот Этой Стенке В данном Случай Подходит Рокс То есть Как Горная Порода Даже Есть Тут Глэс Стекло Дерело Метал Метал Флэш Это Кровь Там Кишки Все Против Ну Остальные Ладно Вот Больше Из-за Этого Парамет Нам Ничего Не Понадится И Конечно Во Флагах Посмотрите Что там Не Это Не Нужно Ничего И Что Объясню Он Брик Он Тридер То есть Этот Раш Сможет Сломаться Точнее Вот Этот Объект С помощью Тока Тридера То есть Зоны Которая Активирует Что-то Брик Он Летать Это Флаг Опять На То Что Он Сломается Как Только Игрок До Него Дотронется При Компрессор Это При Нажатии На Этот Блок Он Сломается Но Остальные В принципе Это Не Особо Важно Вот Все Мы Сделали Это Теперь Нам Сделать То Что Будет Как Взрывать Этот Объект В данном Суть Этот Блок Нам понадобится Entity Point Entity Не Забываем Выбрать Белую Эту Фишку И Пишем В Obiex Envy Explosion То Дан Суть Это Бомба Взрывного Устроя Как Оно Выглядит Таким Значком Взрыва Расположаем Так Где Будет Располагаться Взрыв Вот Сделаем Вот Так Вот Открываем Два Раза Дел Кну Комышей И Пишем Name Map Блок 1 Нет Brick 1 Explode 1 Ну Можно И так Надо Как Годно Назовите Но Имя Имеет Важное Значение Чтобы Вращаться К данным Объект Fire Envy Это Нам Не Нужно Магнитуд Это Сила Взрыва В принципе Давайте Поставим 50 Чтобы Игрок Не Умер Еще Стоял За Стеной Так Radius Это Нам Не Нужен Fireball Sprite Это Текстура Взрыва Но По Молчанию Вот Эта Используется Какая Тут Ну Дороги Вы можете Сами Поэкспериментировать Но Я Использовал По Молчанию Остальные Флаги Не Нужны Тут Можно Поставить Флаг No Dimension Чтобы Не Получать Урона При Взрыве Но Нам Это Не Надо Repetable Это Повторяющийся Нам Тоже Не Нужен Флаг То Если Взорвется Один Раз То Можно Бесконечный Раз Обязательно Взрывать Этот Объект Ну У нас Звука Нет Спайтов Нет Дыма Это Все Прочее Нам Это Не Нужно То Нас Реалистично Все Больше Тут Делать Нечего Вот Мы Создали Значит Блок Который Сломается Но Пока Он Не Будет Ничего Ломаться Просто Так Стоять Сам Взрыв Который Зайдет А Теперь Нам Остров Создать Тот Кто Типа И Ставим Допустим Где нибудь Сюда Если Что У меня Тут Модель Фластершайде Мои Карты Старые Которые Забросили Выбранные Как Вы Видите То Семья Метрокоп Выглядит Как Фластершай Как Видите Так У меня Замены Текстуры В Half 2 Немного Так Что Можете Несмотреть На этот Бред На самом Дед Тут Метрокоп Должен Стоять Не Обращаем Внимание Метропойки Можно Как Код Назвать Но Я Назваю Давайте Просто Коп Мап Коп Так То есть Сам НПС Больше Клинки Флагов Тут Ни Какие Нужные Вкладки Тоже И Во Флагах Надо Поставить Вкладку Обязательно Тем План НПС То Есть Он Будет Создавать Что Т НПС То Изначально Этот НПС Который Он Не Будет В Карте То Он Вот Теперь Что Нам Сделать То Откуда Он Будет Спам НПС В данном Сути Это НПС Темплейд Мейкер То есть Создаваем Мишемайкер Монстр НПС Он Выглядит В виде Аиста Такого Которого Краба Типа Приносит Это Так Выглядит В данном Сути Ставим Где-нибудь Сюда Ну Это Пустая Где-нибудь Тут Открываем Два Раза И Сразу Объясняем Опсы Name Ставим Map Пусть Будет Коп Теп МК Ну То есть Создать Этот Мейкер Пич Ильям Роун Это нам Не нужно Но мы Сразу Поставим По виду Сверху Вот Топ Чтобы Вот так Стоял По 90 градусов То есть МПС Смотрел Сразу Вот Туда А Не Куда То Ещё Стар Дисебл Это Включено Или Выключено Затян Затян Выключено Правильно Нам НПС Количество НПС Которые Заспамятся Всего Один Правильно Frequency Это Время Которое Будет Спамиться Каждый НПС То есть Через 5 секунд В данном Случае Но нам Это Не Име Значить Как У нас Только Один НПС Max Live НПС То есть Это Сколько Максимум Мод Заспамиться С данного Темплейт Мейкер НПС То есть Монстр В данном Случае Метрокопа У нас Один Так что Это Не 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 Параметр Тут Это Сам НПС Который Будет Спамиться Можно Вот так Выбрать Сразу Map Cop Радиус Ну Это Не Не Затем Это Радиус Спам На Монстров Но Дальше Ничего Тут Не Особного Нет И Во Флагах Ставьте Обязательно Фейд Корпс Что Он делает Он Ознает То Что Когда Умрет Монстр То Он Какое То Время И И Систему Всю Ну То Есть Тру От Трупа Будет Тормозить ПК У кого Слабые Если Их Очень Много Так Что Лучше Ставьте Ну Хоть У меня И Один Но Все Равно Так Больше Тут Ничего Больше Делать Не Надо Все У Нас Есть Значит Стенка Бомба Сам Метрокоп И Спаммер Метрокоп Теперь Надо Все Соединить В данном Случай Чтобы Это Все Сработало Мы Будем Использовать Что Триггер Что Такое Триггер Это Зона События То Создаем Опять Браш Тут Создадим Браш Вот Грит Эк То То Это Зона Где Будет Активироваться Взрыв Бомбы Спам Метрокоп И Все Прочее Давайте Сделаем Вот Тут Эк Ради Толщину Может Как Угодно Делать Но Лучше Мин Допустим 4 Пусть Будет Вот Ну И Высоту Конечно Тоже Чтобы Игрок Могатевировать Пока Что Текстура Вот Такая Стольная Можно Сказать Но Не В Этому Сути Сейчас Все Это Справим Вот Создали Мы Опять Ждут Кабы Стенку Браш Открываем Панель Текстур То 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 Текстур Браузер И Пишем В Хост Филтер Три Д Думя Г Джей И И Триггер Текстуру Применяем Вот Все Текстуры Триггера Так Это Можно Сразу Убрать Помолчание Это Просто Браш Как Видите Опять Выделяем Этот Браш И Делаем В Браш В Интите То Интите Вкладка И Пишем Триггер Он И Выбираем Конечно Это Триггер Который Триггер Только Один Раз Событие То Содин Раз Она Сделается Нейм Данной Суть И Нам Не Нужен Триггер Он Будет Сразу Доступен Триггер Стар Дисебл Конечно Но По Флагах Должно Стоять Только К И То То Есть Только Игрок Сможет Активировать Триггер И Больше Никто И Заходим В Отпут И Добавляем Сразу Три Значения Значит Для начала Нажимаем Отпут Нажимаем Add То Добавить И Игрок Войдет В Триггер Триггер Анти Диснейм Это Значение То К чему Это Будет Работать Событие Дан Сути Дан Сути Это Map Брик Один И Конечно Же Ломание Брик Это Параметр Что С ним Будет Дан Сути Брик То Сломать То Сути Сломает Сразу Чтобы Пацаны Не писать Одно И то Же Можно Нажать Кнопку Копи И Пест Через Контр Можно Так Ведет Несколько Триггеров Ой Событий И опять же Поставлять Сколько Угодно Раз Ну и Удалять С помощью Клавиши Делит Или Просто Выделить Клевую Кнопку Мыши Сколько Нужно Вот Я Ничем Это Сделать Чтобы Одно И то Же Не писать Много События Одно И то Же Только Разные Изменят Имена Объезд Следующая Знать Идет Map Explode Ой Не Explode А как я его назвал Я уже забыл Как назвал Объект Назвал А вот Брик 1 Explode И параметры Выбираем Тут Explode Или Пишем То есть Взрыв И Третий Отпут Опять же Coppest Можно И Вручную Конечно Это Copmk И Параметр Под названием Это Spam То есть Заспав То есть Создаться Метро Коп Дам Суть Почему Именно Мап МК А не Сам Метрокоп Потому что Этого Метрокопа Сначала Нету На карте И он Просоединён К этому Объекту То есть Он Пояс Только Через Этот Объект Поэтому С этим Объектом Не надо Ничего Манипулировать Ничего Вот И вот У нас Получилось Трее Событие Событие Когда Сломается Эта стенка После Тотрагивания С триггера Та же Взрыв И Там Вспам Метрокопа И Та же Ещё Четвёртое Значение Это Ведь параметр Overratt Of Который Не используется В многотонаре Конкретно Числа И вратите Ещё Что-то Под параметры Но У нас У этих Действий Прик И Explode Спел Нету Та же Ещё Пятый Параметр Который Хочу Вам Показать Это After Adelow In Secund Of Это Значение То Через Какое-то Время Произойдёт Событие В данном Случе Семной Секунд То есть Как Тут То есть Оно Сразу Прозойдёт Мы Немного Изменим Сначала Происходит Что Взрыв Потом Давайте Через 0.10 Миллисекунд Сломается Стенка И В это же Время Спамнится Наш Метрокоп Во Значит Все События Это Дотрагиваются До Триггера В первом Раз Ломается Эта бомба Вновь Секунд Потом Через Миллисекунд Усажается Стенка Но Игрок Не замечает Эта взрыва И Потом Спамнится Метрокоп Вот В принципе Я на этом Все Рассказал Как это Делается И как Это Работает В принципе Все Я правильно По идее Сделал И Можно Теперь Все Это Проверить Может У меня В игре Будут Конечно Метрокоп Вместо Метрокоп Флаттершай Но Это Не имеет Значение У вас Метрокоп Метрокоп Вместо Минной Модели Вот Давайте Еще Выберем Инфоплэр Старт И Угол Обзора Сделаем На Сколько Там 270 Как раз Смотрят На эту Стенку Вот В принципе Теперь Можно Смело Сохранять И Компилировать Карту Компилируем Все Никаких Ликов Ошибок Нету Все Ломально Компилировалось Портал Фл Активировалось И Все Против Теперь Можно Просто Посмотреть Как Это Выйдет Так Убираем Это Ставим Игровое Автоматическое Обнаружение Только Странно Что Он Игру Считает Эту Упоротость Ну Ладно Запускаем Наш Half Который требует Обновления Так Сейчас Секунду Сейчас Запустится Сама Игра Так Сейчас Восстановлю Как запустится Король Так Все Запустилось Открываем Клонцой Клавишу Тейда И Пишем Мэп И Название Карты Как Назывался Тут Тор Вот Мап Запускаем Вот Все Работает Вот Цвет Вот Небо Какое Мы Выбрали Как видите Только Я забыл Оружие Добавить Ну Оружие Я сейчас скажу Кодавайте Вот Заходим Значит В этот Тригер Взрывается Смех И Вверх Драков Которые Нас Убивают И Все Как Видите Вот Сейчас А Ладно Видите Все Работает Можно Смело Это Все Выключить И Никаких Ошибок Нету Конечно Я долго Все Это Рассказывал Но Не В Этому Суть Так Ставим Опять Дестоп Так И Что Мы Давайте Добавим Еще Само Оружие Пусть Будет Это Костюм И Лом Для этого Мы Убираем Point Entity И Пишем Weapon Crown Bar То есть Это Монтировка И Ставим Рядом С И С И Он Сразу Возьмет Эту Монтировку И Также Пишем Еще Entity Item Suit Это Костюм Вот И Ставим Вот Тоже Рядом С Игроком Прям Внутрь Микрака Это Игром Появится Сразу В Костюме И С Монтировкой Вот Могу Прямо Расстрелить Как Это Все Работает Уже Окончательно Так Где Это Квавиши Присыпаем Во Как Появляется Игрок С Монтировкой И С Костюмом Взрываем Взрываем Метерокоп Взрываем И Успеваем Только Неправильный Таймер Взрываем Метерокоп Вот И вся Костюмом Миссия Выбирает Метерокоп Которая Нас Принципе На этом Все С Этой Карты Такие Вот Пирожки Наши Опять Экстоп Ну Вот Принципе На этом Все Что я Хотел Сказать В этом В этом Тутори Ждите Связь Шутя С Основой Параметой Нитите Тес Вторая Там Еще Больше Возможно Мы Все Узнаем Хоть Это И Был Долговат Какой Тутор Но Я Все Подробно Рассказывал Много Тайка 2013 Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи Подписывайтесь На мой Канал И Ставьте Лайки И Конечно Пока Еееей Продолжение следует